Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии доктора педиатрического отделения Одинцовской центральной районы больницы. Здравствуйте, Анастасия Юрьевна. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поднимаем очень важную, на мой взгляд, тему – это правильное питание наших детей. Анастасия Юрьевна, как часто к вам попадают маленькие пациенты с нарушениями работы пищеварительной системы? В наше отделение ежедневно поступает от одного до нескольких детей с заболеванием органов пищеварительного тракта. В среднем, если брать в общем по больнице, то одна треть от общего числа детей занимает заболевание органов пищеварительной системы. А все-таки чаще всего причины – это именно неправильное питание? Ну, нельзя причины обобщить в одну. Причины у каждого заболевания свое. Но в целом обострение хронических, допустим, заболеваний у детей происходит именно связано с нарушением диеты. Если мы говорим о том, какое сегодня питание у современных детей чаще всего. Наталья Ивановна, давайте поговорим с вами. Вы педиатр-гастроэнтеролог. Вот все-таки, собирая анамнез того или иного пациента, вы же примерно представляете картину, то есть вот как питаются сегодня современные дети? Ну, проблема питания современных детей заключается в том, что есть большой доступ к разным продуктам. Дети могут сейчас пойти купить как фастфуд самостоятельно, так и любые продукты, которые у нас в врачей называются пищевым мусором. К ним относятся чипсы, все продукты, которые содержат консерванты, все продукты, которые находятся в широком доступе, но являются неполезными. Давайте прямо перечислимся. Чипсы, сухарики, наверное, шоколад, конфеты. Шоколад, но не весь. Хороший шоколад с высоким содержанием какао-масла не является вредным для детей. Исключение составляют дети, у которых есть атопический дерматит. Ну, давайте говорить сразу честно, что такой вот шоколад, полезный шоколад, как раз-таки дети и не едят. Они едят весь неполезный шоколад, то есть это разные батончики с высоким содержанием разных е, из сахара и всего прочего мусора. Это верно, но проблема заключается не только в том, что они неполезные. Как правило, дети едят эти продукты на голодный желудок, тогда, когда они уже сильно хотят есть. То есть нарушены промежутки между приемами пищи. Для детей очень важно принимать пищу дробно. Дети должны кушать каждые 3-3,5 часа. Если дети нарушают промежутки в сторону удлинения их и испытывают сильный голод, то эти продукты, попадая в желудок, вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта и воспаление. Или обострение хронических процессов, если они были до этого. Когда ребенок находится в дошкольном учреждении, то все-таки его режим питания, он как-то более-менее сбалансирован. Есть воспитатели, которые следят за тем, чтобы дети кушали, кушали вовремя. Есть режим дня. Есть режим дня, и все соответствует. Но когда ребенок находится в школе, то здесь уже и родителям сложнее, да, вот именно режим дня, и выстроить ребенка, и проконтролировать, чтобы он каждые 3-3,5 часа ел полезную пищу. Ну, в современных школах, сейчас вообще школьное образование, оно приходит к тому, что там, как в детском саду, дети, в принципе, до вечера. Потому что после уроков есть внеурочная деятельность, потом есть продленка, потом есть секции. И, в принципе, в современных школах также есть завтрак, есть первый завтрак, есть второй завтрак. Я не могу сказать обо всех школах, но в большинстве. Первый точно есть. Есть обед. Здесь вопрос в том, как каждый родитель выбирает для себя, что он выберет. Заплатить за обеды ребенку, ну, допустим, если ребенок не входит в льготную категорию, да, кому положено обеды бесплатно, или дать наличные деньги ребенку. Ну, вот опять же, да, опасность того, что, да, с одной стороны, есть в школе столовая, но с другой стороны, есть и буфет, где великое множество того самого пищевого мусора. То есть, есть, конечно же, там и чипсы, и шоколадные батончики, есть и просто булочки, и пиццы, которые, ну, вроде бы, выпекаются в этой же столовой, да, в них ничего такого. Но, наверное, на голодный желудок они играют не самую лучшую роль для здоровья организма в целом. Конечно, именно поэтому нужно начинать работу с каждой семьи. С каждым ребенком работа должна начинаться с семьи. С мамы, с папой должны проводить беседы, рассказывать о... Ну, наверное, в первую очередь, пищевые привычки должны быть, которые вырабатываются с рождения. Конечно, нельзя требовать от ребенка выполнения каких-то правил, если дома они не соблюдаются. Если дома родители употребляют продукты, которые они запрещают, конечно. Конечно, ребенок будет знать, что мама, папа кушают, значит, можно. Да, мне запрещают, но я пойду на улицу и куплю. Или в школе, где в продаже они тоже выставлены, я могу себе это позволить. Но родители должны знать, что такие продукты могут быть безопасны в том случае, если ребенок сыт и поел правильную здоровую пищу. Оградить детей полностью от употребления вредных продуктов мы не можем, потому что наши дети растут в социуме, они общаются с другими детьми. У всех детей разные пищевые привычки. Но если родители дома будут объяснять, что после первого, второго и компота через определенный промежуток времени, через полчаса, через 40 минут, да, ты можешь пойти в буфет и купить себе шоколадку и съесть ее. Это не будет так вредно, как если он вместо обеда пойдет и купит себе шоколадку, запьет соком и сверху закусит это все сухариками или орешками. Какие заболевания возникают при неправильном питании? Как правило, в нашем отделении очень много детей поступают с обострением панкреатита. Даже ранее, если у детей не было панкреатита, то, употребляя несовместимые продукты, происходит воспаление поджелудочной железы. Это касается холодного и жирного, например, такого продукта, как мороженое, которое ни в коем случае нельзя кушать после основной еды сразу. Мороженое должно быть отдельным продуктом, должно употребляться в полдник или между завтраком и обедом, как самостоятельная пища. Почему? Потому что это жирный и холодный продукт. Попадая в желудок после приема основной пищи, мороженое провоцирует спазм желчных протоков. Тем самым вырабатывается меньше веществ, которые нужны нам для переваривания пищевого комка. Происходит застой желчи, возникает боли. Как правило, родители не соотносят прием в пищу мороженого сразу после еды с болями в животе. Они начинают перебирать, что же ребенок съел такого на обед. Конечно, и считают, что это, возможно, он чем-то отравился. Помимо боли в животе, и, как правило, боль будет справа, родители подозревают сразу либо аппендицит, либо отравление, потому что может присоединиться и разжиженный стул. Также мороженое является жирным продуктом. Вырабатывается очень много ферментов поджелудочной железой во время его употребления. И если до этого ферменты нужны были для переваривания основной пищи, и они уже были частично использованы, конечно, то здесь их недостаток. И в сумме двух этих проблем происходит воспаление поджелудочной железы. Наталья Ивановна, какие продукты вот так же не стоит есть сразу после основного приема пищи, как мороженое? Какие продукты еще относятся к этому списку? Не стоит сразу после основного приема пищи есть молочные продукты. Не стоит употреблять дыню после основного приема пищи. То есть должен быть какой-то временной промежуток. То есть это может быть полдник, либо второй завтрак. И можно, допустим, это может быть дыня, или мороженое, или что-то еще. Конечно, не зря же был придуман режим питания. Анастасия Юрьевна, что такое правильное питание? И какие продукты обязательно должны находиться в рационе ребенка? Начнем с того, что у ребенка должен быть режим дня, отсюда следует и режим питания. У ребенка должен быть завтрак. Обязательно, как помните по детским садам и по школам, да, это не бутерброды с колбасой и сыром. Это каша. Это каша. Это каша. Второй завтрак может быть печенье, может быть с чаем, может быть фрукт. Может быть яйцо. Яйцо. Здесь зависит от ребенка, опять же, у кого какие показания, противопоказания. Кто-то не переносит молочные продукты, кто-то не переносит яйца. Обед. Обед должен быть полноценный из двух блюд. Это первое блюдо, комнатной температуры, ни горячее, ни холодное. И второе блюдо, это, как правило, мясо и гарнир. Потом у детей до определенного возраста, ну, по крайней мере, у детей до школьного возраста должен быть обязательно тихий час. Это важно и для пищеварения в том числе. После тихого часа это полдник. На полдник может быть фрукт, та же дыня, как самостоятельный прием пищи. Могут быть молочные продукты. Могут быть и печенье с молоком. Опять же, здесь молочные продукты идут как самостоятельные элементы. То есть мы не забиваем мясо молоком, а мы даем печенье с молоком. И потом это ужин. Ужин у всех детей, в принципе, разный. Есть дети, которые не едят мясо вечером. И заставлять их есть мясо не нужно. Ну, может быть, Наталья Ивановна меня исправила. Конечно. Тем более, мы знаем, что белки долго перевариваются. И если мы даем мясные продукты перед сном, это должно быть минимум за 3 часа до сна. То есть это не позже 6 часов вечера. Если придерживаясь режима дня, в 9 часов уже ребенок спит. Еще я бы хотела дополнить. Детям необходимо получать определенное количество клетчатки каждый день. Клетчатка у нас содержится не только во фруктах, но и в овощах. Конечно. Если ребенок не кушает овощные салаты, таких детей сейчас очень много, необходимо обязательно резать брусочками, колечками. Как угодно, но вводить овощи в обеденное время до еды необходимо. То есть вот у нас балансированное питание. Это фрукты, овощи, белки, жиры, углеводы, витамины. Ну, все, что нужно для растущего организма. И никакого пищевого мусора. Мы, кстати, совсем не поговорили с вами о напитках. Ведь их тоже сейчас в магазинах огромное множество. Газированные сладкие напитки, соки из пакетов. Если мы не берем чай, воду. Да, вот именно то, что касается произведенного человека. Давайте поговорим о газированных напитках. Какой вред наносят они организму и наносят ли. Может быть, они наоборот, в общем-то, и полезны. Наталья Ивановна. Даже минеральную воду детям рекомендуют дегазировать. То есть выпускать из нее газ. Газированные напитки, газированные сладкие напитки для детей категорически противопоказаны. Потому что в них слишком высокое содержание сахара. А это усиливает работу поджелудочной железы. И может спровоцировать ряд проблем у детей. А вот если попадает в желудок ребенка пищевой мусор. Ну, это берем чипсы или какой-то шоколадный батончик. На голодный желудок. На голодный желудок. А сверху еще прилетает стакан Кока-Колы. Что происходит в этот момент в желудке? Как вообще организм реагирует? Потому что такие случаи не единичны. Далеко не единичны. Это практически, если не каждый второй, то каждый первый. Случаи не единичны. И не каждый ребенок после приема, такого приема пищи, пожалуются на какие-то боли. Но есть детки, которые реагируют на данные продукты очень остро. И может возникнуть и панкреатит тут же. Ну, а потом даже если организм не отреагировал сразу, то наступит момент, не обязательно он будет в детстве, но мы же все желаем нашим детям здоровья и долгой жизни, то рано или поздно организм все равно ответит. В любом случае прием таких продуктов одновременно вызывает повреждения слизистые. Возможно, они не сразу себя проявят. Потому что организм человеческий... То есть в целом в дальнейшем такой ребенок, когда станет взрослым, может получить, например, гастрит или язвенную болезнь. Гастрит, конечно. Конечно, но можно и не дожидаться взрослого возраста. То есть чем раньше мы начинаем употреблять вредные продукты, которые повышают кислотность желудка или понижают кислотность желудка, которые несовместимы. Тем самым мы травмируем слизистую желудка и провоцируем ее воспаление. Ну что же делать родителям? Родителям? Родителям... Как избежать всех этих... Любить родителям? Нужно любить своих детей и любить себя. Да. А если родители любят своих детей, они желают им здоровья, хотят, чтобы дети были здоровыми, то нужно начинать с себя, со своей семьи, а детки будут смотреть и делать точно так же. Мы все люди, и доктора тоже люди. И, ну, бывает, позволяем себе лишнее, просто может быть меньше, чем обычные люди, потому что знаем, чем это может закончиться. Родители должны понимать, что ребенок, у которого пищеварительная система работает правильно, а чтобы она работала правильно, ребенок должен правильно питаться, такому ребенку не страшны ни шоколадные батончики, ни газированные напитки, ни какие-то вот сухомятка, да, как это в народе говорится. Ничего не страшно, если у него подготовлена правильно работающая пищеварительная система. И, живя в социуме, мы никак, сколько бы мы не советовали, никак не избежать приема ненужных продуктов. Просто приниматься они должны с умом, а объяснить это ребенку должны родители. Ну, я абсолютно согласна с Анастасией Юрьевной. Конечно, все у нас из семьи начинается, и с пищевого поведения дома. И для того, чтобы дети правильно кушали, необходимо привлекать их к приготовлению пищи. Сейчас очень много разных курсов, мастер-классов. Можно все посмотреть в интернете и не полениться в выходной день что-то приготовить вместе с ребенком. И домашняя пицца, пусть она будет не такая красивая, пусть она будет не из древяной печи, она в любом случае для ребенка будет вкуснее. Если ребенок дома кушает вкусно, он, попробуя то, что продается в фастфудах, поймет, что... Он даже не захочет это есть. Конечно. Нет, пробовать он будет, но вряд ли ему понравятся вкусовые качества этой пищи. И он будет сам отказывать себе в приеме такой пищи. И очень маленькая вероятность, согласитесь, что это ему навредит. Конечно. И он попадет в педиатрическое отделение Одинсовское ЦРВ. И станет одним из тех маленьких пациентов, которые будут находиться у вас на лечении. Но действительно таких пациентов становится больше? Их становится больше с каждым днем. Панкреатит, про который говорила Наталья Ивановна, кто раньше вообще мог подумать, что у ребенка 5 лет может быть панкреатит, что у подростка 14 лет может быть панкреонекроз? Ну, я думаю, все доктора меня поддерживают, что ни у кого даже мысли, если только как что-то из ряда вон выходящее. Сейчас это в принципе больше, больше как правило, чем как исключение. Ну, а потом рост сахарного диабета детей. Это ведь тоже статистику никто не отменял. Конечно. И это все тоже идет целиком, полностью зависит от того, как питаются наши дети. Также огромное количество гастритов. И гастриты, кстати, не всегда связаны с неправильным приемом пищи. Нельзя забывать и о стрессовых факторах, которые влияют на наших детей. Сейчас весной, когда детки сдавали экзамены, вступительные, выпускные разных классов, это не только выпускные классы, очень многие дети поступали к нам с обострением гастрита, гастродуаденита, потому что испытывали сильный стресс. С обострением или впервые выявлены тоже были. То есть здесь вообще комплекс причин, которые приводят к тем или иным заболеваниям. Но тем не менее, если дома будет благоприятная среда, если родители будут настраивать ребенка на то, чтобы он не переживал, не волновался, но и самое главное поддерживать режим его дня, соблюдать режим дня питания, то в целом все будет нипочем. Конечно. Врачи гарантируют полное здоровье наших детей. Ну давайте по паре слов, наверное, родителям. Еще раз, что необходимо делать для того, чтобы ребенок правильно питался, у него не было проблем с пищеварительной системой. Первое, с чего хочется начать, это режим дня, режим игр и отдыха, дробное рациональное питание, совместимость продуктов. Чтобы пищеварительная система работала как часы, родители должны сами питаться правильно, должны любить своих детей, поддерживать хорошую, здоровую атмосферу дома, здоровую атмосферу на кухне, слушать свою интуицию и нас, докторов. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова